Роман Сергея Лукьяненко «Танцы на снегу» это по-настоящему страшный роман. Лично меня в этом романе больше всего впечатлил обычай, скажем так, малопригодный для жизни планеты карьер. Родители могут покончить с собой для того, чтобы ресурсов для выживания хватило их 13-летнему сыну. Это совершенно законно и совершенно официально на этой планете. Так подросток останется сиротой, но зато у него появляется шанс реальный дожить до совершеннолетия и найти работу. Самое же впечатляющее, что это происходит в условиях космической и немыслимо высокоразвитой цивилизации. И, похоже, это главная черта произведений Лукьяненко. Развитие технологий у него нисколько не делает мир лучше, а людей счастливее. Правильно ли это? Кто знает? Можно ли после произошедшего понять главного героя романа, 13-летнего мальчика Тиккирия, который после всего произошедшего решает любую цену и покинуть планету, ставшую могилой для его родителей, и ради этого идет на смертельный риск? Наверное, можно. Дальше Лукьяненко удалось хорошо и во всех деталях показать эту цивилизацию на многих планетах. Цивилизацию невероятно могущественную, но при этом все равно кривую, как говорится. Причем кривую даже на планетах куда более благополучных, чем краю. Тиккирия инстинктивно, сам того не осознавая, старается сделать этот мир лучше. И ради этого он умудрился даже стать героем, самым настоящим героем. Но вот только удастся Рима это. Ведь он даже сам не осознает того, что им движет протест против этой отвратительной реальности. Роман подписался в веселые 90-е. Сам же я его прочел в 2001 году. И тогда мне казался он, ой, насколько психологически достоверным. Думаю, те, кто помнит 90-е, меня понимают. Наверное, это главный минус на главная проблема произведения Лукьяненко. Он всегда только критикует, но никогда не показывает выхода. Впрочем, он всегда критикует очень добротно и обоснованно. Безусловно, рекомендую роман про чтение. Но я продолжаю пытаться сделать мои ролики зрелищные. Сейчас мы с вами между делом опять побывали на другой планете. Думаю, это понятно. Действия романа тоже происходят на другой планете. Эту планету, на мой взгляд, можно назвать планета с беспокойной атмосферой. Надеюсь, футаж вам понравился. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных доставках. Субтитры сделал DimaTorzok